Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам расскажу о двух популярных и рейтинговых медицинских дорамах, так как у одной из них недавно вышел новый сезон. Учитель Ким, доктор романтик, три сезона 2016, 2020 и 2023 год. В первом сезоне в главных ролях Хан Сё Гю, Ю Юн Сок, Со Хён Джин, Джин Гён и Ким Мин Чжэ. Нас знакомят с начинающими докторами Кан Дон Джу и Ю Со Джон, которые переживают личные трагедии. Они еще недостаточно опытные, но весьма амбициозны. Оба героя оказываются под руководством и наставничеством гениального хирурга Бу Ён Джу, который скрывается от прошлого в небольшой больнице и просит называть его учитель Ким. В этом сезоне большое внимание было уделено становлению характеров героев, их историям и проникновению в их души философии учителя. Мне показалось, что Бу Ён Джу здесь был гораздо строже и требовательнее к своим ученикам, чем в последующих сезонах. Сначала я даже удивлялась выбору такого главного персонажа. На фоне успешных и не очень операций была показана борьба с руководством главной больницы за власть и формирование сплоченной команды, что тоже добавляло перчинки и держало в напряжении. Во втором сезоне на смену актерам Ю Юн Соку и Со Хён Джин пришли Ан Хё Соб и Ли Сён Гён. Их героям Соу Джину и Ча Ин Дже тоже предстояло пройти подобным персонажам первого сезона. Утят самые уверенные, но со своими моральными травмами начинающих хирургов до незаменимых мастеров своего дела и любимчиков учителя Кима. Мне второй сезон понравился больше первого. В нем атмосфера была легче, появились новые интересные герои и не было так много внимания уделено антагонисту, вставляющему палки в колеса. Приятно было наблюдать за духом больницы вдоль дам и взаимоотношениями сотрудников. А вот третий сезон выделяется на фоне остальных. Он, конечно, очень захватывающий и увлекательный, но я его смогла смотреть только на ускорении, чтобы не нервничать. Это стало понятно еще по первым экшн-кадрам. Вертолеты, корабли, северокорейские беженцы. Как и мечтал учитель Ким, рядом с больницей появилась современная травматология, а соответственно все тяжелые пациенты стали направляться туда. И здесь мы увидели кучу всевозможных катаклизмов, стихийных бедствий и прочих непростых ситуаций, в которых оказывалась команда медицинского персонала. Внутри коллектива тоже было не все спокойно. Постоянные интриги, распри и мятежи. И если в первых двух сезонах много внимания уделялось операциям с мельчайшими подробностями, профессиональной терминологии и процессу обучения НОМУ, то здесь пациенты сменялись один за другим, а операционные стылы показывались между делом. Только в последней серии вернулась атмосфера Дольдамы, которая всех так очаровала. В общем, если еще не смотрели туда раунду, конечно, рекомендую хотя бы попробовать начать. Но предупреждаю, что спокойствие там не ждите. А вот те, кто любит более уютные вещи, не проходите мимо следующей дорамы. Мудрая жизнь в больнице. Два сезона 2020 и 2021 год. В главных ролях Чон Кюн Хо, Ю Юн Сок, Ким Дэ Мён, Чо Джон Сок, Чон Ми До. В первом и втором сезонах перед нами предстает великолепная пятерка друзей и лучших профессоров в своих областях. Кардиохирург, общий хирург, нейрохирург, детский хирург и акушер-гинеколог. Мы узнаем, как герои познакомились еще во время учебы и с тех пор были неразлучны. Кроме работы в одной сфере и больнице, друзей связывает любовь к музыке, но об этом немного позже. В данной дораме, в отличие от предыдущей, нет такого накала страстей, противостояния и каких-то уж совсем нештатных ситуаций. А самое важное для меня, нет антигероя или злодея. Нам показывают ежедневную жизнь врачей, которые очень заботятся о своих пациентах, ночуют в больнице, если требуются. Но нет такого пафоса и безрассудного самопожертвования, как учителей киме. В обоих сезонах множество разных историй пациентов, как печальных, так и радостных. Показаны как случаи чудесного спасения, так и невозможность спасти пациентов, от детей до пожилых, и как врачи чувствуют себя в таких обстоятельствах. Так как профили у героев разные, мы по очереди видим каждого из них в работе, а также их взаимоотношения с ординаторами и интернами. И конечно, как безличная жизнь. Несмотря на то, что всем членам пятерки уже 40 лет, на момент первого сезона они все одиноки. Кто-то в разводе, кто-то один воспитывает ребенка, кто-то ждет подходящего момента, чтобы признаться в своих чувствах, а кто-то собирается стать священнослужителем. И хотя это не медицинская тематика, за перипетиями на личном фронте тоже любопытно наблюдать. И конечно, вишенка на торте музыкальные номера почти в каждой серии. Когда герои собираются вместе, берут в руки свои инструменты и микрофоны и потрясающе исполняют разные песни, причем иногда и не корейские. Мне очень нравились эти вставки, выглядело душевно и атмосферно. Единственное, что я отмечу, хотя эта дорама теплая, добрая и все персонажи полюбились, я большую часть времени смотрела ее на фоне, так как повествования неспешные, местами философская и нет драйва, присущего первой дораме. Но желание включить перемотку никогда не возникало. Поэтому крайне рекомендую к просмотру, чтобы увидеть замечательных людей, преданных своему призванию. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. До следующих видео, пока-пока!